МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Городские встречи. Сегодня у нас в гостях Сергей Митрохин, дознаватель отделения дознания САСовского отдела полиции. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте сегодня обсудим такую важную проблему, как нахождение за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Я знаю, что дознаватели занимаются статьей 264. И вот конкретно, как вы можете сейчас охарактеризовать? У нас люди все-таки садятся пьяными за руль? Часто ли? Повторно садятся? Вообще, за совершение преступления, предусмотренной данной статьей, предусмотрена уголовная ответственность как реальный срок лишения свободы сроком до двух лет. Но чаще всего все-таки назначается либо штраф, либо исправительная работа. То есть при управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения гражданину, то есть по второму управлению, являющийся подвергнутым административным наказанием, в суде все-таки лояльно относятся и избирают меры пресечения как исправительной работы сроком до 480 часов. Также предусмотрен штраф за данную статью в размере от 200 до 300 тысяч рублей, но он высокий. Поэтому такие вот меры наказания. Вообще, данная статья введена Федеральным законом номер 528 от 31 декабря 2014 года и в редакции Уголовного кодекса находится с 1 июня 2015 года. То есть данная статья гласит это нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административным наказанием. А сколько раз он может быть подвергнут административным наказанием, прежде чем уже это в уголовную статью перейдет? Один раз подвергается административному наказанию, после чего, если он, являясь подвергнутым административным наказанием, совершает повторное такое административное правонарушение, он в отношении данного лица уже возбуждается в уголовное дело. То есть в соответствии со статьей 4.6 Кодекса Российской Федерации о административных правонарушениях, лицо является подвергнутым административным наказанием в течение одного года со дня окончания исполнения постановления мирового судьи. То есть зачастую бывают случаи, что лицо даже не понимает, почему в отношении него возбуждается уголовное дело. При назначении административного наказания за совершение административного правонушения подобного гражданину выписывается штраф с лишением права управления транспортными средствами на срок, допустим, полтора года. А гражданин сдает права в отделение ГИБДД, после чего проходит срок, по которому он является преувеличенным, ему права возвращают назад, и лицо считает, что оно уже не подвергнуто административному наказанию. Но это не так. В соответствии с указанной статьей Кодекса Российской Федерации о административных правонарушениях, еще в течение года, со дня исполнения административного постановления, лицо еще является подвергнутым. И если он в течение этого периода совершает повторное административное правонарушение, то есть он привлекается к уголовной ответственности уже. Ну а если спустя год, два, три, пять, то есть заново будет административная ответственность? Если, да, то есть если со дня исполнения административного наказания проходит еще год, и в течение данного срока лицо больше не подвергалось административной ответственности, то уже если после этого периода времени лицо еще раз совершает, то уже опять наступает административная ответственность. То есть в принципе с промежутком там в три года можно пьяным ездить за рулем? В принципе да, но тут же можно отметить тот факт, что часто люди не сдают водительского удостоверения, считая, что если истечет срок привлечения к административной ответственности, и после этого они могут спокойно ездить далее. Но в соответствии с частью второй статьи 32.7, в случае если лицо, лишенное специального права, то есть управление транспортными средствами, не сдает в орган ГИБДД водительское удостоверение, либо не пишет заявление об его утере, то лишение, течение срока лишения специального права, оно прерывается и возобновляется после подачи им либо заявления, либо сдачи или изъятия водительского удостоверения. То есть получается он еще больше оттягивает свой срок наказания этим самым? То есть у нас были случаи на территории Совского района, когда лицо было подвержено административному наказанию еще в 2012 году, когда данная статья даже не была в проекте, и не сдало удостоверение, и оно не было изъято. После чего, совершив повторное административное правонарушение в 2017 году, в отношении данного лица было возбуждено уголовное дело. Так, ну вот те люди, которые все-таки сейчас нас смотрят и действительно себе позволяют ездить пьяными за рулем, все-таки может ли, ответьте нам, закончиться это безобразие реальным сроком, проведенным в тюрьме? Да, повторюсь, что в данной статье предусмотрено реальное лишение свободы на срок до двух лет. Если водитель неоднократно совершает данное правонарушение, то есть управлять транспортом средств в состоянии алкогольного опьянения, либо наркотического, либо иного токсического опьянения, и оно может быть лишено свободы на реальный срок. Ну вот у вас в Сасово конкретные примеры есть за этот год, за прошлый? Кто у нас вообще больше попадает? Мужчины, женщины? Конкретно в территорию обслуживания Сасовского муниципального отдела входит обслуживание как территории Сасовского района, так и Кадамского, Петельнского и Ермешинского. Всего по межмуниципальному отделу за 2017 год было возбуждено 39 уголовных дел по данной статье. Из них 25 уголовных дел было возбуждено на территории Сасово и Сасовского района, 7 уголовных дел возбуждено на территории Ермешинского района, 4 уголовных дела в Кадаме и 3 уголовных дела в Петельне. В основном правонарушителем по данной статье являются мужчины, но есть случаи в Ермешинском районе, когда за совершение данного правонарушения, то есть повторного управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, была к уголовной ответственности привлекалась женщина. И она привлекалась неоднократно, то есть впервые она совершила административное правонарушение за состояние управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, после чего она была повторно привлечена по статье 264 примечания 1, и потом уже будучи осужденной по данной статье, она еще раз совершила административное правонарушение, то есть будучи лицом, в отношении ее было возбуждено уголовное дело, являясь осужденной. Все, она в тюрьме? Нет, пока не в тюрьме, сейчас идет следствие пока еще. Так. Возможно, будет. Какая безответственная дама? Такие единичные случаи случаются. Скажите, а с какого года вступила в силу вот эта вот статья именно уголовная ответственность за вождение за рулем в нетрезвом виде? Уголовная статья в редакции Уголовного кодекса от 1 июня 2015 года. Как изменилась ситуация на дорогах? Вы обращаете внимание, вам меньше приходится сталкиваться с пьяными гражданами за рулем или больше? Да, по статистике идет снижение, потому что и так, даже при совершении административного правонарушения подобной статьи предусмотрен немалый штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора лет и выше. При совершении уже повторным управления транспортными средствами на срок от алкогольного опьянения лицо по статье привлекается к более строгой мерой наказания. То есть там уже идет высокий штраф от 200 до 300 тысяч рублей. Исправительные работы на срок до 480 часов, также принудительными работами на срок до двух лет. Либо грозит реальный срок лишения свободы. Поэтому граждане, если посмотреть по статистике, то идет снижение все-таки количества возбужденных уголовных дел, как в 2016, например, так и в 2017 году. То есть в 2016 году было возбуждено на 11 преступлений больше. Скажите, а можно ли на всю жизнь человека лишить права управления транспортными средствами? Бывают такие случаи? Ну, на всю жизнь, я думаю, что невозможно лишить все-таки лица... Злостных нарушителей, которые постоянно в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Не бывает такого? Ну, нет, там статьи данных не предусмотрены. Но если, конечно, будет лицо постоянно совершать, то этот срок лишения специального права будет увеличиваться и увеличиваться. За год можно набрать очень много, если будешь... На 20 лет вперед? Конечно. Скажите, а как вы ведете расследование этого нарушения? Долгий ли это процесс с момента повторного нарушения лицом? Да, данная статья, она не представляет особой сложности в расследовании, так как все-таки при поступлении материала проверки в орган дознания перед возбуждением уголовного дела, материал проверки поступает с исчерпывающими данными, то есть доказательной базой. Там являются доказательствами как видео с видеорегистраторов патрульного автомобиля, так и показания понятых, свидетелей. Также зачастую это деятельные, раскаивающиеся показания самих правонарушителей, которые поначалу, когда находятся в состоянии опьянения, зачастую могут отрицать то, что они управляли, всячески отнекиваться от того, что они были за рулем, либо они пьяные. А уже после этого, когда возбуждается уголовное дело, и человек приходит в состояние нормальное, то есть алкогольное опьянение проходит, то лицо оснает все-таки противоправно своих деяний и само идет навстречу предварительному следственному форме дознания. И зачастую даже заявляет ходатайство при расследовании уголовного дела о производстве дознания по уголовному делу в сокращенной форме, то есть в течение 10 дней. Хотелось бы отметить, что водители все-таки были благоразумнее и не садились за руль пьяными, то есть этим самым они могут подставить как себя, так и своих близких. То есть зачастую люди, которые управляют транспортным средством, могут управлять им, то есть если транспортное средство даже не принадлежит. Транспортное средство при совершении данного административного правонарушения помещается на специализированную автостоянку, где находится в настоящее время до вынесения приговора суда. Пока не будет решения суда, то есть нам поступило такое указание с УВД, чтобы транспортное средство, на котором лицо совершило данное преступление или повторно совершило административное правонарушение, находилось на стоянке до решения суда. Так как бывают случаи, что лица, которые совершают повторное правление, в отношении которых возбуждается уголовное дело, приходят в отделение полиции и просят вернуть их автомобиль, так как он является их имуществом. Ранее данные ходатайства удовлетворялись, машина, то есть транспортное средство выдавалась его владельцу и расследование уголовного дела происходило дальше. Так, ну, конечно, разгревать уже то, что случилось, это понятно, приходится, а вот чтобы не происходило таких происшествий, какая профилактика проводится у нас вообще в регионе? Профилактика проводится сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения, то есть нами, с нашей стороны, со стороны дознания после расследования каждого уголовного дела, направляется в отделение ГИБДД предписания по устранению обстоятельств, способствующих совершению данных преступлений. Сотрудниками ДПС проводится при работе на маршруте патрулирования, проводятся профилактические беседы, как с лицами, которых они останавливают просто для проверки документов. Особое внимание уделяется тем лицам, которые уже единожды были подвергнуты административным наказаниям, для того, чтобы они понимали, все-таки, какая ответственность за это может быть, чтобы не допустить фактов роста преступлений данной статьи. Спасибо вам большое. Еще раз напоминаем нашим телезрителям. Можете напомнить им о необходимости соблюдения правил дорожного движения? Или у вас работы не останется тогда? Да почему же? Лучше пускай будет безопаснее на дорогах ходить, потому что пострадать могут не так, при том, что если водитель садится все-таки за руль в состоянии алкогольного опьянения, он может подвергнуть опасности не только себя, своих близких, но и других лиц. А такое же лицо, которое сядет за руль в нетрезвом виде, может подвергнуть опасности и родственников данного лица. То есть об этом стоит задуматься и не допускать все-таки, и избежать, даже при крайней необходимости, пытаться избегать случаев управления транспортом средством в состоянии алкогольного опьянения или иного. Спасибо вам, что вы пришли. До встречи. До свидания. Это была программа «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.tv. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова